Что ты говоришь? Как уснувший вечером пробуждается утром с обновленной силой жизни, так уснувший смертью телесной. Пробудется в новую бессмертную жизнь, в день всеобщего воскресения. Филарет, митрополит московский. Что наши могилы? Нива Божия, куда повергаются телеса, как семена, из которых неведомым для нас образом произрастет некогда новое бессмертное тело, как из малого сотлевшего семени дивно возникает красивый колос. Черж приготовляет для себя гроб, заключается в нем и умирает. Но с появлением благодатной весны из этого гроба возрождается легкая блестящая бабочка. И творение, пресмыкавшееся в прахе, порхает среди цветов благовонных. Зернышко, брошенное в недра земли, раскрывается, возникает и красуется в виде золотистого колоса. Все превращается и возрождается на земле, все постепенно возвышается к совершенству. Человек ли благороднейшее творение, подобие Вседержителя, будет несчастней черви пресмыкающегося, беднее зерна ячменного? Нет. За пределами земного бытия простирается, лествится к вечности. Духовный цветник. Никакие частицы наших тел, как бы ни были они рассеяны, хотя бы тела наши истлели, хотя бы были сожжены, не погибают для Бога. Они переходят в те стихии, из коих взяты рукою Вседержителя. Блаженный Августин. Богу легче и удобнее собрать прах тела человеческого, рассеянный по лицу земли, нежели нам собрать платье наше, раскиданное по комнате. Примеры воскрешения из мертвых. В Иопии, что ныне Яффа, жила одна христианка по имени Тавифа, известная своим трудолюбием и благотворительностью. Во время пребывания апостола Петра в Лиде случилось, что она за ним могла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. И как Лида недалеко была от Иопии, то верующие, услышавши, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить его, чтобы незамедленно прийти к ним. Петр тотчас пошел с ними. И когда он прибыл, его вели в горницу. Все вдовицы со слезами подошли к нему и показывали рубашки и платья, какие шила Тавифа, живя с ними. Петр выслал всех вон и, став на колени, помолился. Потом, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза и, увидев Петра, села. Он подал ей руку и поднял ее. Потом, призвавши вдовицы и прочих верующих, представил ее им живую. Сюда имело большое влияние на жителей Иопии. И многие уверовали во Христа. Один еретик старался поколебать истину православной веры и прерстил уже множество народа. По просьбе православных, тяжко скорбевших о таком бедствии, пришел блаженный Макарий, чтобы оградить чистоту веры во всем Египте от волнения неверия. Когда еретик приступил к нему и хотел обмануть его неведение остротами из Аристотеля, блаженный Макарий, ограничивая его многословие краткостью апостольскую, сказал, Не в словеси царство Божие, но в силе. Пойдем на гробницы и призовем имя Господина, первого мертвеца, какого найдем. И как написано, покажем нашу веру отдел, дабы его свидетельством яснейшим образом подтвердить истину правой веры и доказать ее несомненность несуетным словопрением, но силой знамений и показаниям безошибочным. Услышав это, еретик, связанный стыдом перед окружавшим их народом, притворно согласился на предложенные условия и обещался прийти на другой день. Но когда народ, желая видеть чудо, собрался на другой день в назначенное место и ожидал еретика, тот, устрашенный сознанием своего неверия, скрылся и потом вовсе бежал из Египта. Блаженный Макарий, ожидавший его вместе с народом до девятого часа, когда увидел, что он ушел со стыда, взял с собой людей, приведенных им в заблуждение, и пришел к упомянутым гробницам. От разлития Нила весь Египет на значительное время обыкновенно покрывается водой и уподобляется тогда неизмеримому морю, так что совершенно невозможно человеческие тела зарывать в землю, разве по окончании разлива. Поэтому у египтян вошло в обычай, набальзамировав тела умерших благовонными мастями, скрывать их в пещерах на возвышенных местах. И так Блаженный Макарий, остановившись перед одним весьма древним трупом, сказал, «Человек, если бы со мной пришел сюда тот еретик, сын погибели, и я в его присутствии призвал бы имя Христа Бога моего, скажи, встал ли бы ты перед этими людьми, которые развращены его лжеучением?» Тогда мертвец, приподнявшись, отвечал утвердительно. Ава Макарий спросил его, кто он был, когда жил на свете, в какое время жил и знал ли тогда имя Христова. Тот отвечал, что жил он при древнейших царях, и об имени Христовом в те времена и не слыхал. Тогда Ава Макарий сказала ему, «Почивай в мире с прочими в чине твоем, да коли не пробудет тебя Христос в конце времен». Совершить это чудо побудила Ава Макария нужда, находившейся в опасности целой области, полное благоговение ко Христу и искренняя любовь к Нему. Созидаемый в царского соизволения церкви, святой Парфений, епископ Лампсосийский, живший в IV веке, намеревался престол устроить из камня, находившегося в одном из разоренных языческих капищ, для чего он и поручил камень этот обделать искусным мастерам. По окончанию работы камень повезли к церкви, но на дороге взбесились впряженные валы. Возчик по имени Евтихиан, не могшись сдержать разъяренных животных, упал под колеса, и по воскостяжелым камням переехал Евтихиана, который тут же и умер. Узнав о несчастье, Парфений с несколькими гражданами прибыл на место происшествия и, увидев раздавленного возчика, встал на колени и начал со слезами молиться о возвращении жизни Евтихиану. С последним словом молитвы мертвец на глазах всего народа вдруг воскрикнул «Слава тебе, Христе Боже!» возвращающий жизнь мертвецам и встал исцеленный. Как ни в чем не бывало, и довез благополучно камень до церкви. С той поры в лампсаке врачам нечего было делать. Чуть, кто чем заболеет, тотчас обращается к епископу, и тот именем Божьим вращевал недугие болезни. В третьем веке в войне нечестивого царя Декия лютого гонителя христиан в городе Ефесе жили семь юношей по званию своему воина, дети городских старшин, добрые по жизни христиане. Об них донесли идолопоклоннику царю, что они не приносят идолам жертв. Декия разгневался, лишил их воинского звания, но, жалея их благородства и красоты, дал им время на размышления. Юноши-воины, воспользовавшись данным сроком, удалились из города в одну глубокую пещеру около горы Охлан, чтобы молитву и приготовиться на предстоящее страдание, взявши несколько серебряников на нужды. По временам младший из них тайно пробирался в город за покупкой пищи. Раз он услышал, что по приказанию царя их ищут на суд и на страдание, ввиду опасности юноши удалились в глубине пещеры, так что и посланные не могли найти их. Тогда царь приказал загородить самый вход в пещеру камнями, чтобы совсем задушить юных христиан. При этой работе были тайные христиане, они записали имена и страдания юношей на двух оловянных досечках и в медном ящике положили их между камнями. После Декия прошло уже 200 лет, на греческий престол вступил Фиадосий младший, император, покровитель христиан. Он по поводу появления неретиков, отвергавших воскресение мертвых, тужил, скорбел и молился Богу о вразумлении заблуждающихся. Господь услышал молитву благочестивого царя и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых. Работники владельца горы Ахлан, разбирая камни, настроившуюся ограду, сделали отверстие в пещеру. В это время Господь оживотворил семерых юношей, спавших около двухсот лет. Они воскресли, как бы пробудившись от сна. Одежды их были целы, тела не изменились, сами не постарели. Думаю, что наступило утро, юноша по обычаю послали младшего брата своего в город за покупкой пищи. Взявшись серебряник, он пошел со страхом, как при Декии. Но когда приблизился городским воротам и увидал на них честные кресты, когда услышал громко и открыто исповедующий химик Христова, то невольно удивился и спросил, как этот город называется. Ефес, отвечали ему. Юноша подошел к торговцу хлебом и в уплату за хлеб подал серебряник. Увидев монету с изображением Декия, вышедшую из употребления, торговцы представили незнакомца городским властям. Перед начальником города юноша открыл, кто он, где и с кем живет. Тут же случился епископ, он сказал начальнику, пойдем с юношей видеть чудо. Епископ, начальники и народ пришли к пещере, нашли медный ящик, прочитали написанный и отыскали других шесть юношей, красивых, веселых, и поклоняясь им в ноги, выслушали от них самих рассказ о пребывании в пещере. Сам император Феодосий по письму епископа прибыл в Ефес, поклонился и поцеловал воскресших. Юноши, побеседав с благочестивым царем и преклонив головы, уснули в сном смерти по повелению Господа до второго его пришествия. Во время епископства святого Доната некоторая жена лишилась своего мужа. Ко вдовству ее присоединилась новая скорбь. Один бесчестный взаимодавец, получивший с умершего долг, не отдал ему расписки в получении долга и стал требовать долг со вдовы его, не давая без того погрызти тело умершего. Вдова обратилась к помощи епископа. «Верно, ты знаешь, спросил епископ, что долг уплачен?» «Верно знаю, долг уплачен за несколько дней до смерти, но расписки не получено». Тогда святитель убеждал взаимодавца не беспокоить умершего. Взаимодавец с упорством требовал своего долга и даже поносил святителя. Тогда епископ, подошедший к одру умершего, коснулся его рукою и воззвал, «Слыши, человечи!» Мертве сожил. Открыл глаза и сказал, «Что, владыка? Встань и посмотри, что делает с твоим взаимодавцем. Что делать? Он не дает погребать тебя, требует долга и имеет в том расписку твою». Оживший мертвец грозно посмотрел на взаимодавца, облечил его лошади правду, указав, даже когда и на каком месте он заплатил ему долг. Взаимодавец стоял, как немой. Мертвец требовал расписки, и когда тот отдал, то разодрал ее. После сего он обратился к святителю и сказал, «Благо сделал ты, владыка, что возбудил меня на обличение сего грешника. Повели мне уснуть, гряди, чадо, в покой». Я, живший мертвец, снова уснул сном смертным. 30 апреля. Одна жена, пришедшая к святому Макарию Египетскому, со слезами высказала ему свою скорбь о том, что умерший муж ее позабыл сказать ей, где он положил взятое под залог. Преподобный повелел откопать гроб его и спросил умершего, где он положил заложенное. Мертвец из гроба указал это место. Тогда преподобный сказал ему, «Усни опять до дня воскресения». Приложение. Какими телами мы воскреснем? При решении вопроса о свойствах воскресших тел обыкновенно сначала говорят об основе или сущности тела, которое будет обладать этими свойствами, а потом останавливают внимание и на самих этих свойствах. тело воскресшее будет то разрушившееся по смерти тело, которое мы имеем при жизни нашим собственным телом. Истина этого положения столько же следует из самого новозаветнего понятия воскресения тела нашего, сколько подтверждается многими частными местами нового завета. Таково изречение Спасителя и все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия и так далее. Таковы слова апостола, подобая тленному сему облечься внетление, в которых блаженный Феодорит видел указания апостола как бы перстом на учение воскресения не другого какого-либо тела, а того же самого смертного тела, которое подвержено закону тления. То же учение имеется в виду у апостола, когда он тело, имеющее преобразитель, называет телом смирения нашего. Признает в настоящих, хотя мертвных телах верующих присутствие Духа Святого как внутренний несомненный залог их воскресения. Из мысли о воскресении тела выводят правило не употреблять тела на нечистые, плоские и беззаконные действия. Чего не сделал бы, если бы будущее тела не было тоже, которое носим в земной своей жизни. Филипистам 3.21, Римлянам 8.11, 1.1, Коринфянам 6.14, 20. Но понятие торжества нашего тела не исключает понятие его изменения. Так, если о нашем физиологическом теле утверждают, что оно в продолжении известного количества лет делается совершенно новым, оставаясь тем не менее нашим собственным телом, то тем более это можно и должно сказать о теле нашем по воскресении. Изменение с нашим телом произойдет моментально при самом акте нашего воскресения. Намек на это видит в изречении Господа телах воскресших. Воскресение они, как ангелы Божии. Указание на отличие воскресшего нашего тела от настоящего земного тела при основном тождестве обоих находится уже в том сравнении тела, имеющего воскреснуть с истлевающим в земле семенем, которое апостол предложил Коринфянам для изъяснения образа воскресения. Как растение по своему внутреннему строению и внешней форме отличается от своего зерна, сеющегося в землю, так и тело воскресшее по своим качествам будет отличаться от тела земного и погребенного. Отличие это не без отношения к сравнению апостольскому, обстоятельно, хотя и сжато. Охарактеризовал святой Григорий Низкий в известном своем слове о душе и воскресении. Как пшеничное зерно по разложении в своем земной глыбе, оставив количественную малость и в качестве наружного вида отличительное свойство свое, не утратило само себя, но само в себе пребывая делается колосом, весьма много отличаясь от себя самого величиною, красотою, разнообразием и наружностью. Таким же образом естество человеческое, оставив в смерти все свои отличительные свойства, какие приобрело страстным расположением, разумею, бесчестие, тление, немощь, разности возраста, не утратило себя самого, но как бы в колос какой применяется внетление, славу, честь, силу, совершенство во всем, и жизнь его не естественными управляется уже свойствами, но переходит в некое духовное бесстрастное состояние. В этих словах Григория Ницкого читатель не может не заметить, как Святой Отец переходит в таковом своем размышлении от образного сравнения апостольского к собственным словам апостола относительно отличительных признаков тел наших по воскресенье. Собственные слова и мысли великого апостола и языков об отличительном характере тел воскресших заключаются во всем их объеме и развитии в 12 стихах с 39 по 50 и включительно 15 главы 1 послание к Коринфянам прямым переходом от выше приведенного и рассмотренного сравнения тела нашего воскресшего с телом растением развивавшимся из посеянного в землю голого зерна переходом к ясному обозначению характеристических черт тел по воскресении служит для апостола указание на различные организмы земли и неба как существует плоть человеков плоть скотов плоть птиц и плоть рыб как есть тела небесные планеты но не тела ангелов ибо ангелы не имеют тел и тела земные плоти и организмы различные точно так же тела воскресения будут различны от тел погребенных к тому же слава первых тел тел воскресения будет различной как различная слава солнца луны и звезд различия о котором речь у апостола в этих словах есть различия предмета не по существу а по внешним качествам и свойствам апостол не хочет сказать в одной части сравнительного периода о прямом и резком различии между плотью неразумных животных и плотью разумно свободного существа человеческого упоминая о плоти людей скотов рыб и птиц апостол присоединяет определение иная каково инаковость дальше показывает среди тел однородных иная слава солнца иная слава луны иная слава звезд звезда от звезды разница во славе живо таким образом напечатлевши в сознании читателя мысль о внешней различности тел известных при теперешнем земном нашем существовании и при внешнем внешнем опыте и наблюдении апостол замещает в начале второй части сравнительного периода такожде и воскресение мертвых дальнейшая речь апостола показывает какими же именно качествами будет различаться тело воскресения от теперешнего нашего тела что и среди этих качеств мы не найдем ни одного которое бы указывало на новое существо или природу тела по воскресении это будет ясно из следующего изъяснения первое и главное из указанных апостолом свойств воскресшего тела составляющие можно сказать основной и специальный характер тела воскресения есть его духовность оно и в перечне свойств поставлено апостолом в конце как заключающее и обнимающее все остальные свойства духовность будущего тела апостол противопоставляет теперешней его душевности сеется тело душевное восстает тело духовное есть тело душевное есть тело духовное понятие тело душевное и тело духовное стоит в тесной связи с понятиями священных писателей вообще и в частности апостола Павла души и духи душа низшая сторона внутреннего существа человека, имеющий отношение и к жизни животных вообще, ибо и животное по Писанию имеет душу. Дух есть высшая сторона человеческого существа, обращенная к Духу Божию, нас возрождающему, освящающему. Соответственно, этому тело душевное есть тело, приспособленное к низшей стороне человеческой жизни. Душе, ею единственно определяемое и управляемое. Тело, как чувственный орган души, тело материальное, или, как его еще называют, святой апостол, тело перстное, земляное, которое мы носим на земле. Тело духовное есть тело, соответствующее высшей стороне человеческого существа, его Духу. Тело, главным образом и всецело определяемое и управляемое Духом, как орган Духа, назначенное для нашего как бы небесного жилища, при этом, конечно, нельзя думать, чтобы наше будущее духовное тело не имело той души, которую мы имеем в нашем теле, здесь, на земле. Представление о душе также мало исключается понятием о духовности нашего тела по воскресенье, как нисколько не устраняется мыслью о душевности нашего настоящего земного тела, представление о господствующем над этим телом Духе. Это уже соображение идет отчасти против тех толкователей, которые из указанного апостолом признака духовности нашего будущего тела заключали, что апостол Павел хотел сказать о теле воскресенья, составленном из Духа, как некоторой тонкой материи. Против же мнения о духовном составе или природе тела по воскресенье свидетельствует и собственное выражение апостола «Восстает тело духовное». Восставать, воскресать может только то тело, которое посеяно в землю, умерло, следовательно, тело из обычной чувственной материи, хотя и вполне приспособленное по воскресенье к потребностям Духа. Что же касается тела, фантастически и мнимо созидаемого из Духа или другой какой-либо небесной субстанции, то как о нем можно было бы сказать, что оно восстанет или изыдет из гроба, усвояя же нашим вниманием и памятью мысль новозаветного Писания, что воскреснет наше тело, имеющее в здешней земной жизни начаток Духа, воскреснет со свойством полной духовности. Мы должны определить это главное свойство тела воскресения более частными чертами и таким образом вполне и прямо показать отличие тела духовного от тела душевного. Со стороны отрицательной отличие тела духовного от тела душевного характеризуется отсутствием двух инстинктов настоящего душевного тела. Инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода. Относительно первого апостола Павел свидетельствует, что теперешние органы для материального процесса питания в будущем духовном нашем теле упраздняются брашно-чрево, а чрево-брашно. Бог же и сие и сия упразднит. Это потому, что плоти и кровь не могут войти в духовное царство Божие. Что касается второго, то сам Божественный Учитель наш сказал «В воскресенье не женятся, не выходят замуж». В воскресенье этим означается не только начальный момент новой жизни, но и все вообще состояние воскресших людей в будущем веке, как показывает соответствующее место у евангелиста Матфея. Относительно образа жизни лиц воскресших у него говорится «В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но как ангелы на небесах суть». Этим ясно обозначается, что воскресея воскресшие несовершенно и во всем будут подобны ангелам, но их жизни и взаимные отношения в духовном теле воскресения будут таковы же, как отношения ангелов Божьих между собою, дышащие чувствами искреннейшей любви и полной симпатии. Этим, впрочем, нисколько не отменяется в лицах воскресших различие пола, которого нет в природе ангелов, а только устраняется теперешнее физиологическое отношение полов между собою. Всякий без сомнения согласится, что признак пола относится к индивидуальной особенности человека. А каждый человек, будет ли это мужчина или женщина, воскрестит, облечется духовным телом воскресения в той же индивидуальности, в какой был. И на деле, иначе не выполнилось бы требование воскресения того же самого тела, какое было с нами на земле. Для тех, которые подобно оригену и оригенистам стали бы утверждать, что воскресшие духовные тела будут родом мужеского, как рода более совершенного, можно сослаться на известные слова Господа нашего Иисуса Христа о царице Савской, полагая силу доказательства этих слов в признаки женственности этой южной царицы, при каковом условии мысли, заключающейся в доказательных словах Господа, будет выражено с таким оттенком. Женщина этот слабый, немощнейший сосуд, поверила мудрости Соломона, и она некогда, как женщина, осудит неверующий иудейский народ. Со стороны положительной, духовное тело воскресения будет отличаться от душевного особой тонкостью и проницательностью. Тонкость эту можно представлять в отсутствии грубой твердости и дебелости настоящего земного тела, но не в лишении осязаемости и чувствительности, как показывает пример воскресшего тела Христова, доступного осязанию, и тем менее в употреблении будущего тела пару, облаку или эфиру, как хотели Евтихий, Ориген и даже Златоуст, производя эпитет будущего нашего тела от воздуха. Проницательность будущего тела – это такое свойство, в силу которого тело духовное, не наполняя пространство, может существовать одновременно с другим телом в одном и том же месте. Проходить через затворенные двери – такова, например, сила свойства проницательности тела. Об этой силе мы знаем из случая бывшего со Христом Воскресшим. Известно, что он со своим прославленным телом прошел через двери заключенные. Ничто, кажется, не препятствует принять, что свойства проницательности так или иначе обнаружатся в нашем будущем теле, в сообразном телу воскресшего Господа. Филипписам 3.21 Мысль о сообразности нашего тела по воскресению с телом воскресшего Господа заслуживает того, чтобы быть отмеченную особо. Эта мысль проходит красной нитью в ряде мыслей апостола Павла, первого послания к Коринфянам. Исследуя эти стихи послания, мы наталкиваемся прежде всего на цитат из Ветхозаветнего Писания. Так и писано есть, быть первый человек Адам душою и живою, а последний Адам – дух животворящий. Наименование Адам вызывает в сознании мысль о родоначальнике. И так как вообще, каков родоначальник, таковы и его потомки, то и в частности, каков второй Адам или прославленный человек Иисус, таковы и будут воскресшие, верующие в Него. Но что же есть и представляет из себя второй Адам, на взгляд апостола? Он есть дух животворящий. Что хочет сказать этим апостолам? Судя по связи между 45-46 стихами, 15-й главы 1 к Коринфянам, то, что второй Адам не есть тело душевное, каковым было тело Иисуса во время земной его жизни, но что он имеет тело, сделавшееся по воскресенье духовным. И вот почему второй Адам стал духом животворящим, то есть человеком, у которого дух сообразен с телом, которое есть тело воскресения. Таковы же, думает апостол Павел, будут и тела воскресших и измененных праведников или верующих. Что это именно так, апостол ясно выражает, говоря, «каков небесный, таковы же будут и небесные», то есть те, которые будут носить образ небесного. Этот небесный образ воскресшие примут тогда, когда второй человек придет с неба во время его паки пришествия. Тогда второй Адам оживет своим духом, оживит тех, кои на него будут похожи. Называя Христа воскресшего и прославлено вторым человеком с неба, апостол тем намекает на его человеческую, евматическую природу, с которой он вошел на небо при своем вознесении или еще на его тело славы, о котором апостол говорит в послании к филиппийцам. Конечно, воскресшие верующие люди будут подобны воскресшему своему родоначальнику и в том, что тела их определенные будут для них с неба, от Бога. Наши воскресшие тела по признаку духовности будут подобны воскресшему телу Христа. Но они будут подобны ему и по другим своим качествам, тесно связаны с главным свойством тела воскресения, именно духовностью. Духовное тело воскресения, как не нуждающееся в телесном пропитании и другой какой-либо материальной поддержке и охранении, будет чуждо дряхлости и слабости и всегда всего того, что носит печать старческой хилости. Воскресшее тело наше будет в силе. Строго говоря, трудно определить это свойство воскресшего тела. Будем ли мы в теле воскресения действовать подобно солнцу, оживляющему землю через отдаленное пространство? Или будем так легки, как воздух, как свет, как огонь? А раскроется это только на краю вечности. Во всяком случае, несомненно, к свойству воскресшего тела силе принадлежит здравость и полнота жизни тела в связи с неустанным, благовременным употреблением его членов. Между прочим, к действию этого свойства относится и то, что воскресшие и измененные тела по движению воли будут иметь возможность подняться на воздухе. В связи со свойством воскресшего тела силою стоит свойство того же тела слава.